Команда Старко приехала в Словению. Город Люблин. Люблин встретил нас с легким дождиком. Это плюс от Конгресса, потому что в 1821 году здесь прошел Конгресс Вяческого Союза и здесь встречались все правители тогдашней Европы, включая русского царя Александра I. Вот Сергей Беликов решил опрокинуть стопорек. Это традициональное прегмурское ресторане. Прегмурье, исток Словении, граница Бенгрии и Австрии. Я предлагаю выметь за тем другом, которые поехали сюда, а мы теперь. А что за них? Ну, прям будет пиздно. Пожарите. Ааааа. На здоровье! В пещеру, оказывается, не просто можно погрузиться. Целый поезд есть. Вот сейчас мы под землей. Или под горой, я даже не знаю, где нас выбросили. Наедине с асталактитами. Пещера считается второй по величине в мире из пещер, которую могут посещать туристы. Эзотический момент пещеры, женский педачок. О, что это? Грудь. О, что вы слышите? Что вы слышите? Что вы слышите? Что вы слышите? О, крат. О, господи. О, dear! Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка везущая хворостом дров Все? Обалденно Все пошла, все поломала Злая автогенгерса Традиционная традиция Долго, 430 лет Удивительно, не знаю нашу русскую душу, как он угадал, что он здесь будет хорошо? Не знаю, что он знает Я, честно, должен сказать, что это орудий приглушитель Надо орудию тоже сказать Мы решили зайти в один из самых серьезных мировых музеев истории войны Впечатления мы получили, поэтому впечатления с собой возьмете и можете еще вернетесь Второй вечер команды Старкова в Словении Команда Старко приехала на стадион, где когда-то сборная России проиграла сборной Словении И Россия никуда не попала Хороша, когда смеются дети Надо бояться в мире на планете Хороша, когда смеются дети Надо бояться в мире на планете Тренер, какие планы на матч? Грандиозные Какие прогнозы? Без прогнозов Без тебя, без тебя, без тебя Дай мне на плавку за Петро Саботиться сердце Сердце волнуется О, что выпакуется груз Мой адрес ни дом и ни улица Мой адрес Советский Союз Команда, кантаво, а вело, горе Тусола, в виде чели, браво Давыдов, ты лучший! Только закончился матч, 2-1 Старковый гол. У меня великолепная страна, которая находится на Балканах, но она ближе к Италии. И вот так мы поддерживаем нашу команду водная. Нас должны услышать русские. Поездка удалась. За один день так быстро все узнать о стране. Тем более, что время, чтобы ее объехать, занимается столько же, как от нашего дома до дачи. Нам всем очень нравится. Мы очень рады, что вообще вы принимали участие и прилетели в Словению. И я надеюсь, что вам нравится здесь. Очень! Сначала видно было, что они немножко были скованы, и славянцы переигрывали. Но середина первого тайма, и вот второй тайм показывает, что, я думаю, хорошая перспектива. Словения – красивая страна, радушная. Наша тусня находит здесь массу позитива, играя в футбол, исполняя русскоязычные песни, общаясь со словенцами. За две минуты до окончания матча Россия победила! Ура! Все очень классно. Мы выигрываем. Завтра в Москву. Как созбирала наша команда сегодня. Очень хорошо. И вы там трюки вытворили, я видел. Показалось. А вы знаете такие приемы? Вам показалось в футбольной игре. Вам показалось. Это все случайно. Вы как гулит. Наша поездка в Словению получилась самой яркой из всех людей, потому что мы в целом не провели в Венеции. И у нас на Словении самое прекрасное впечатление. Продолжение следует...